Как мгновенно повысить свой статус? То, о чем я вам говорю, это коробка. Когда люди встречают вас, они помещают вас в коробку в их голове, как успешную личность или неуспешную личность, как того, с кем они хотят общаться, или передам привет, может быть, если будет время. Я понимаю, люди, вы заняты, вы стремитесь к успеху, вы хотите стать лучшими. В сегодняшнем видео 5 советов, как повысить свой статус. Первый совет по увеличению своего статуса – будьте более привлекательны. Вы можете достичь этого множеством путей. Сперва поговорим о стиле и одежде. Конечно, я не буду кого-то одевать, но когда вы одеваетесь подобающе, вы выглядите как достигнувший успеха человек. Книгу судят по обложке. Я оставил ссылки на исследование в статье, найти ее можно в описании к видео. Заранее скажу, что исследования раз за разом показывают, что люди становятся жертвой их эмоций, стереотипов, банальной лени. И когда они заходят в комнату, они автоматически составляют свое мнение. Когда вы смотрите на машину, вы не лезете под капот, не смотрите движок, чтобы определить, насколько она быстрая. Вы смотрите на внешний вид, на саму модель. Вы судите о скорости по своему впечатлению. Посмотрите на другую машину. Может, она и заряжена по самой неболой. Но она не так впечатляюще выглядит. Но вы уже так не подумаете, потому что уже приняли определенное решение, основанное на зрительном образе. Мы люди и делаем так все время. Одежда – это огромная составляющая, и вы можете ее контролировать. Я вас этому учу на Real Men Real Style, как выглядеть на две головы выше. А теперь представим, что вы не можете контролировать свой гардероб. Вам нужно ходить на встречи, на собеседования, может даже выступать с презентацией. Что вы можете сделать, чтобы выглядеть более привлекательно? Улыбаться. Это было исследование 2013 года. Людям были показаны фотографии, зачастую одних и тех же людей. Но на одних они улыбались, на других – нет. И что же произошло? Если человек улыбался на фото, он всегда оценивался как более привлекательный. Когда вы искренне улыбаетесь, люди независимо от них самих будут чувствовать себя лучше рядом с вами. А значит, вы будете для них более привлекательным. Мы поговорили об одежде, улыбке. Но что насчет вещей, которые у вас есть? Может быть, машина, которую вы водите? Может, ваша сумка? Может, часы, которые вы носите? Также провели исследование с машинами. Как реагировали люди на различные модели автомобилей? Ваш автомобиль ассоциируется со статусом. Люди мгновенно делают выводы по вашей машине. Сумки, кожаные сумки. Я не нашел каких-либо исследований с ними. И то же самое с часами. Знаете, чему я удивился? Я думал, что кто-то провел великолепное исследование часы и восприятие статуса. Что касается часов, я хочу сказать, что обладать хорошими часами великолепно. И если вы тут новичок, скажем, у вас ограниченный бюджет, вы можете приобрести шикарные часы, друзья. Загляните к Винсера. Винсера – спонсор сегодняшнего видео. Я оставлю ссылку на них в описании. Отличная компания. Около двух лет я ими пользовался. Теперь делюсь с вами. Вы просто посмотрите на эти часы. Я оставлю вам ссылку. Оцените эту прекрасную коллекцию. Посмотрите на коллекцию Хрона. Что вы думаете о сине-коричневых? У меня такие же, и я их обожаю. Вам нравится черный циферблат? Как по мне, выглядит шикарно. Зацените коллекцию Белл Уэзер. Посмотрите на эти белые серебром. Разве они не выглядят великолепно? Посмотрите на металлик к синим. Вы знаете, что ремешок можно менять? Это последняя пара часов в Белл Уэзер Коллекшн. Я купил их, но я их никому не вышлю. Я оставлю эти часы. Они шикарны. Но у меня есть нечто другое. Я хотел бы вам предоставить выбор. Итак, отличные часы, господа. Ссылка в описании. Кликайте и переходите на сайт. Просмотрите различные стили. Будьте особенными. Напишите в комментариях, какие бы вы взяли. С чем бы носили. И обратили бы на вас внимание, когда войдете в помещение. Также в описании код на скидку. Если вы хотите подарить часы, я уверен, что вашему отцу, может брату, кому-то из вашей семьи, он обязательно влюбится в них. Можете подарить их самому себе. Используйте этот скидочный код, друзья. Винсера – отличная компания. Будьте уверены, друзья. Когда вы наденете эти часы, вас усыпят комплиментами. Второй статус-бустер – используйте мощь языка тела. Мы говорили о сильных позах. Вернемся в 2015-й к исследованию двух групп с разными установками. Первая группа использовала сильные позы в течение пятиминутного собеседования при рассказе о своей квалификации. Другая делала то же самое, только использовала слабые позы. Люди, проводившие собеседование, не знали, кто использует сильные позы. И никто не знал уровень их квалификации. И они ранжировали людей по квалифицированности, уверенности, привлекательности. И по всем этим пунктам делали отметки. И люди, которые использовали сильные позы, оказались более приятными, привлекательными, более высокого статуса, теми, кто хочет эту должность. Они выделялись среди тех, у кого такой же уровень квалификации. Если вы идете навстречу, а выступаете с презентацией, не нужно вставать в слабые позы. Встряхнитесь, можете пройтись. Также другие исследования показывают, что дети показывают лучшие результаты в школе, если они делают зарядку по утрам. Они умнее, более внимательны, и даже учителя отмечают улучшения. Аналогия ясна, так? Пожалуй, если вы не начали придерживаться сильных поз, начните тренироваться по утрам. Все это повысит ваш статус очень быстро. Третий совет по повышению своего статуса – показывайте свой авторитет, когда садитесь. Так большинство людей, когда присаживаются, стараются уменьшить количество занимаемого ими пространства, что может восприниматься как слабость. Вот если вы скрещиваете руки, если вы сутулитесь, сжимаетесь, если вы не хотите беспокоить людей, если вы хотите выглядеть меньше. Я не говорю об обратном, чтобы когда вы зашли в помещение, заняли все место и уселись на трех стульях. Показывайте людям и каждому, кого вы встретите, что вы равны, что вы такого же уровня, как и они. Да, ваш босс, генеральный директор, может вас уволить, но он может вызвать вас, чтобы обговорить проект и как осуществить его быстрее. Покажите себя как друга, просто настройте себя на уверенный разговор. И когда вы так сделаете, вы покажете свою силу, покажите некий авторитет, вы будете сильнее. Четвертый совет по повышению своего статуса – развивайте зрительный контакт. Это зависит от количества людей, с которыми вы взаимодействуете. Если вы говорите с кем-то один на один, где-то половину времени вам нужно смотреть ему в глаза. Поймите, если вы не создаете зрительный контакт, это говорит о вашей неуверенности. Когда вы работаете с группой, не нужно по очереди смотреть на каждого по 20% времени, а потом 40% смотреть в никуда. Вы в среднем должны одинаково уделять время. Даже если вы переборщите, тут уже индивидуально для каждого человека. Но в среднем 60% времени. Это еще не агрессия, но гораздо лучше, чем оставлять впечатление слабого человека. Неуверенный человек практически не использует зрительный контакт. Может просто смотреть в сторону. В большинстве западных стран это вызывает неуважение, показатель слабости. Я понимаю, что некоторые из вас приехали из стран, где не создается зрительный контакт из уважения. Поэтому обращайте внимание на обстоятельства. Понимаете, если вы в деловом окружении и разговариваете с кем-то, или если у вас состоится важная личная встреча, убедитесь, что вы используете нужное количество зрительного контакта. Иначе вас воспримут как слабака. Итак, следующий совет для повышения вашего статуса, мой любимый. Станьте великолепным рассказчиком. Если вы можете взаимодействовать с аудиторией, будь то двое, будь то один человек, будь то сто человек, сильной историей, эмоциями держать на себе внимание, чтобы они прочувствовали ваши чувства, когда вы рассказываете историю, это мощнейший дар. Это сделает вас более привлекательным. Вы будете выглядеть как более компетентный, как тот, с кем хочется иметь дело. Из хороших рассказчиков получаются отличные, отличные продавцы, потому что они понимают, что эмоции заставляют человека запомнить вас. Они используют нечто запоминающееся, чтобы добраться до цели, показать человеку, «Эй, я могу решить твои проблемы. У меня есть продукт, который может уменьшить твою боль». Это очень, очень мощно. Большинство людей от отличных рассказчиков не могут оторвать взгляд. Люди рассказывают истории тысячи лет. Они используются как способ попасть в историю. Если вы великолепный рассказчик, вы тот, кто может очаровать аудиторию. И этому навыку можно научиться, и вы мгновенно поднимете свой статус на новый уровень. Ну ладно, господа, теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, что я упустил, что бы вы хотели добавить в этот список. Я знаю, многие скажут, «Все, что тебе нужно – миллион долларов, много денег, и тогда твой статус взлетит». Но поймите, статус, о котором я говорю, это больше, чем как можно себя представить, а сообщить о том, чего вы хотите. Ведь будь вы частью некоммерческой или собственной компании, или у вас юридическая фирма, консалтинговая компания, или вы просто кассир в очень большом банке. Что бы то ни было, друзья, я надеюсь, что вы можете подойти к человеку, подать сигнал. Эй, я тот, кому вы можете доверить ведение бизнеса вместе. Я тот, кому вы можете отдать свой бизнес. Я тот, кто станет успешным. На этом все, друзья. Переходите на сайт Винсера. Я оставил ссылку в описании. Как я и сказал, у меня несколько их часов, которые я готов вам отправить. Но вы должны написать, как вы будете их носить и с чем. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok